Я хочу сегодня начать с вопроса викторины. Вы ничего не выиграете, но будет интересно, если вы поучаствуете. На экране вы увидите фотографию моего санишки Михи, ему два с половиной года. Мой вопрос к вам, что здесь случилось? Ответ А. Камень упал рядом с Михой, и он испугался. Далее ответ Б. Другой ребенок, у нас их всего четыре, бросил камень в Миху. Или же ответ В. Миха взял камень и хотел порисовать им там, где нельзя этого делать. Я слышу, что вы что-то говорите, но прошу вас отреагировать на Ютьюбе или даже Фейсбуке. Если вы дома смотрите нас, возьмите телефон, найдите Дорбрекерс и выберите ответ А, Б или В. Ответ А. Камень упал из дома и чуть не задел Миху, и он испугался. Ответ Б. Другой ребенок, у нас их всего четыре, бросил камень в Миху. Или же ответ В. Миха взял камень и хотел порисовать им там, где нельзя этого делать. Реагируйте, пожалуйста, в Фейсбуке или на Ютьюбе, чтобы все больше людей встречали в сети слова и хороший контент, который мы, Дорбрекерс, распространяем. Правильный ответ я вам скажу потом. По-моему, здесь, в центре страны, в Барнефельде. Каникулы закончились. Завтра дети снова пойдут в школу. Мои дети уже неделю как ходят в школу. Мы живем в другой провинции. Если я не ошибаюсь, Зеланд еще неделю на каникулах. В Дрехтстеде, непонятно, я искал в Гугле, вероятно, у них еще неделю, каникулы тоже. Я увижу ваши реакции в сети, если это не так. Я вижу здесь детей, давайте им поаплодируем. Мы молимся, чтобы у них был успешный учебный год. Чтобы им было весело с друзьями. Чтобы им повезло с учителями. Давайте же поддерживать наших детей и молиться за них. Мы уже какое-то время здесь. Приехали из отпуска. Когда я готовил свою сегодняшнюю речь, я задумался о своем отпуске. Мы очень хорошо провели вместе время всей семьей. Мы были в разных уголках Нидерландов. И мы посмотрели много интересного. Мы запаслись хорошими воспоминаниями. Это очень важно. Но не все и всегда было гладко. Я всего три недели был в отпуске. И первые полторы недели отпуска двое наших самых младших детей болели. Сын, которого вы только что видели на экране. И у нас есть еще один сынок, Алия. Ему семь месяцев. То есть они были уставшими, плаксивыми, капризными. И хотели лишь одного, чтобы их носили на руках. Мы с Нинке полторы недели оба ходили с ребенком на руках. Но когда все же выдавались моменты, когда мы могли просто спокойно посидеть и отдохнуть. Каждый раз что-нибудь случалось, что прерывало наш отдых слишком быстро. Вечером мы сидели на диване. Я сказал, дай пять. Мы простояли еще один день. И вот без шуток они начинали просыпаться друг за другом. Один, второй, третий, четвертый. Наш вечер кончался, и мы уставшие шли спать. Некоторым в зале это так знакомо. Я вижу. Или же мы днем сидели вместе. У самых младших в это время был тихий час. А старшие вместе играли. Мы были в очень спокойном месте. В парке, где не ходит транспорт. Там были лишь люди с детьми. И вот вдруг мы услышали очень сильный крик. Я встал и пошел посмотреть, что случилось. Оказалось, что мой сын Давид упал и разбил коленку. Его нужно было пожалеть. И наш отдых снова был прерван. Я люблю утешать сына, и это важно. Как я уже сказал, наш отпуск был хорошим. Но иногда было, несомненно, трудным. Мы были уставшие, но в отпуске мы, получается, не отдыхали. Что же случалось? Уставшие мы начинали ругаться друг с другом. И мы говорили друг другу, что вот это тот самый момент, который дьявол хочет использовать для разрушения отношений между людьми. Дьявол хочет воровать и разрушать. Я немного отклонюсь. Я услышал в отпуске очень хорошее выражение, которым я хочу поделиться с вами. Представьте себе, насколько ценна жизнь, так как и бог, и дьявол стремятся заполучить ее. Знаете, а вот какие мы с вами ценны для нашего бога. Нинке и я говорим друг с другом на эту тему и не даем дьяволу шанса встать между нами. Мы делаем выбор в пользу своей семьи. Для этого мы говорим друг с другом и делаем это снова и снова. Я буду честен с вами. Раз на раз не приходится. Иногда мы ругаемся дольше, иногда меньше. Может быть, вы думаете, «Да, Робин, хорошо, но как же тебе это удается?» Мне помогает проповедь, которую нам как-то читал Питер Пауэвэ. И речь в ней шла о сезонах. Он говорил нам о том, что в нашей жизни тоже есть сезоны. Вы живете в одном периоде вашей жизни. И вдруг этот период сменяется другим. То есть у меня молодая семья, и иногда она проходит сквозь сложные периоды. Все это нормально в период воспитания. Это нелегко. Но мне помогает расставить приоритеты и абстрагироваться от конкретного момента. Осенний свой отпуск мы запланировали вместе с друзьями. Я надеюсь, что, услышав это, они не передумают ехать вместе с нами. Я хочу возвратиться к вопросу загадки. Можно ли нам еще раз вывести фотографию моего сынишки на экран? Не забывайте, вам нужно выбрать один из вариантов ответа А, Б и В. Правильный ответ был В. Миха использовал камень, чтобы написать свою самую лучшую картинку на нашем автомобиле. К счастью, сейчас мы можем и посмеяться над этим. Если вы хотите насладиться этой картиной, пришлите мне смс за 5 евро, вы можете прийти и полюбоваться ею. Это настоящий Михалеанджело. Я думаю, это того стоит. Без шуток. Последнее время я говорил со многими людьми, у них у всех были свои проблемы. У многих в семье, у многих совершенно другие. Я говорил и с теми, у кого были финансовые проблемы. Я говорил с тем, кто больше не может платить за аренду своего дома. Я говорил и с тем, у кого проблемы в отношениях, с тем, у кого проблемы на работе, родителей, которые задаются вопросами о воспитании, людей с проблемами со здоровьем. И вот со всем этим, и с тем, что происходило со мной в отпуске, я задумался о жизни Иосифа. Он тот для меня, кто сталкивался с жизненными вызовами и разочарованиями. Но в конце концов, Иосиф для меня тот человек, который никогда не сдавался. Он всегда верил Богу. Он знал, где ему нужно быть, с кем ему нужно поговорить, и он знал, от кого ему ждать ответа. Я думал о нем, и потому в отпуске мои дети очень часто смотрели «Супердетки». Это детский канал на Ютубе. Там рассказывается о приключениях одного путешественника. И вот история Иосифа очень хорошо вплетается в сюжет со многими шутками и смешными приключениями. Мои дети все время сидели и смотрели о выпуске этих мультфильмов. По-моему, там всего восемь или девять выпусков. Очень смешная история. И между ними сюжет об Иосифе. Я думал о нем, и вот здесь снова и снова встречал его. Я бы сказал, если вам нечего делать, включите этот канал, посмотрите все восемь выпусков, они длятся всего девять минут, вы узнаете там много нового из истории об Иосифе, особенно тем способом, как рассказывается в тех выпусках. Я уже был согласен и здесь их включить. Может быть, в следующий раз мы с вами так и сделаем. Я хочу вам рассказать историю Иосифа. Давайте же начнем с бытия, почитаем оттуда вместе с вами. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старостеевым, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Иаков любил Иосифа больше, чем всех других детей своих. То есть было что-то, с чем он ничего не мог поделать, и с чем ему приходилось каждый раз иметь дело. Он должен был каждый раз приспосабливать свою жизнь к этому. Братья же так сильно ненавидели Иосифа, что даже и говорить с ним не хотели. То есть так протекала жизнь в доме Иакова. Давайте посмотрим, как же развивались события. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, «А вы слушайте сон, который я видел. Что же случилось дальше?» Иосиф рассказал им два своих сна, и в обоих снах все закончилось так, что вся семья должна была пасть на колени перед Иосифом. «Может быть, это было не самое умное решение Иосифа рассказывать такие сны своим братьям? Они уже и так очень сильно ревновали его. И совести в них было мало. И вот он еще и рассказывает им свои сны, в которых вся семья должна пасть перед ним на колени. И что же случилось с его братьями? Они рассверепели. И сказали ему, «Может быть, ты хочешь править с нами?» И их ненависть к Иосифу росла и росла. «И вот как-то братья послевец Яков сказал Иосифу, «Пойди, посмотри, как там дела, и приди ко мне и скажи, чем они заняты и что делают». Братья увидели, как Иосиф подходит к ним издалека, и они сказали друг другу, «Вот, смотрите, идет наш правитель». И как оказалось, их ненависть зашла так далеко, что они вместе придумали план, как умертвить Иосифа. То есть их ненависть разгорелась так сильно, что они вместе задумали брата убийства. Они решили забить его насмерть и бросить в колодец. И расскажем Акову, что его съели дикие звери. Тогда хоть ни один из его снов точно не сбудется. Старший брат попробовал предотвратить это, сказав, «Давайте не будем этого делать, не будем его убивать, давайте просто бросим его в колодец». Он, в сущности, хотел привезти Иосифа обратно к отцу. И вот подошел Иосиф. «Привет, братья!» Вот и я. Что же они сделали? Они сняли с него его красивые одежды и бросили его в колодец. И вот немного погодя, они увидели, как подошел караван с заморскими купцами. Они шли в Египет продавать специи, другой товар. И вот один из братьев, Иуда, сказал, «Давайте продадим его этим людям». И они продали Иосифа за 20 серебряников. А затем его снова перепродали к главе охраны фараона. Иосиф был так любим своим отцом и предан братьями. И в конце концов, его чуть не убили и продали в рабство измаильтянам. Он вдруг оказался в чужой стране. Ему нужно было работать в рабстве, вместо того, чтобы быть любимцем отца. У Иосифа были все причины на то, чтобы сдаться. Но он этого не сделал. Почитаем вместе из главы «Бытия». И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его, дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим и все, что имел, отдал на руки его. Вы видите, что произошло. Иосифа продали в рабство и бросили в яму. А он сделал из этого лучшее, что мог. Он выбрал действовать, а не оставаться на месте в своей беде. Он доверился Богу своему господину. Я думал о словах Питера ван Дейка из его проповеди. Он рассказывал, что у него были трудные времена. И ему казалось, что в своих отношениях он словно выбирался из ямы. Он сказал, что сейчас я понимаю, что мы просто проходили очередной этап становления. Мне было так приятно это слышать. Это же невероятная смена фокуса. Для такой перемены очень часто нужно время. Вопрос не в том, как вы попали в яму, но в том, как из нее выбраться. В Библии сказано, если мы далее углубимся в историю Иосифа. Иосиф был хорош собой, и женщина Патифара заметила его. Она здоровалась с ним. Иосиф, привет, красавчик, иди сюда, приходи ко мне ночью. Но Иосиф отказывался. Он ответил ей, нет, больше меня в доме этом. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом? Жена Патифара затаила на него злобу, но она не стала бездействовать. Она каждый день пыталась соблазнить Иосифа. Иосиф, красавчик, прилягко со мной. Может быть, она и по-другому говорила и делала, но я думаю, примерно так. Она каждый день пыталась. Это не было лишь один раз. Нет, каждый день Иосиф сталкивался с этим. Что случилось в конце концов? Иосиф пришел один раз в дом, чтобы поработать. В Библии отмечено, что никого не было больше в доме, и жена Патифара знала это тоже. И она попыталась использовать этот момент. Она схватила Иосифа за полы одежды и сказала, «Иосиф, раздели со мной ложе. Иосиф же вырвался и ушел из дома». Жена Патифара созвала всех и сказала, что Иосиф пытался разделить с нею ложе. И когда Патифар пришел домой, она и ему сказала об этом. О том, что случилось дальше, читаем в 20 стихе. «И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там, в темнице». И вот его снова постигла беда. Он только наладил свою жизнь. И вот снова случилось то же, как тогда, когда его предали братьям. Он был хорошим рабом для своего хозяина. И случилось такое снова. А вы можете себе представить, что Иосиф мог бы сдаться, но он вновь собрался с силами. Он знал, на кого ему нужно уповать. Далее читаем такие слова. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милости, даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руки Иосифа, всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем». Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Здесь мы снова видим, что Бог его не оставил одного в трудный момент. Он его не забыл. Более того, он поддерживал его в той ситуации. В Библии об этом много не говорится. Бог же знал, что Иосиф долгое время провел в темнице. И за дня в день среди других узников, среди крыс, мышей и тараканов, у него было из-за чего отчаяться, но он этого не сделал. Нет, он вновь выбрал путь доверия к Богу. Когда я это читаю и размышляю об этом, я замечаю, что мне есть чему поучиться. Это так важно, чтобы мы доверяли Богу и всегда знали, что он с нами. Давайте зададим себе вопрос, доверяем ли мы Богу? Всегда ли мы доверяем Богу? Делаем ли мы это только тогда, когда нам становится трудно? Когда я об этом думал, я вспомнил о чемпионате Европы по футболу, о крестьяне Эриксоне. У него случился сердечный приступ. Ему пришлось бороться за свою жизнь. О, это было очень тяжело. Я случайно, не случайно, конечно, но смотрел игру, я видел, как это случилось там, и многие мне прислали в тот момент сообщение, спрашивая, смотрю ли я тоже Кристиан Эриксон, бывший игрок Аякса. Я часто видел его в игре. Я видел, как его реанимировали прямо там на поле. Другие игроки стояли вокруг него, защищая его от СМИ, чтобы они не все подряд могли заснять. И вдруг кто-то сказал, давайте помолимся. Это единственное, что мы сейчас можем сделать. и многие молились, делились молитвами в социальных сетях. Даже те люди, о которых я совсем не знаю, верующие они или нет, молятся они когда-нибудь или нет. Это невероятно. В такой ситуации это самое лучшее, что вы можете сделать. Но во времена трудностей очевидно, люди знают, что Бог единственный спаситель, что мы должны доверять Ему и надеяться только на Него. К счастью, с Эриксоном уже все хорошо. Я вот думаю, как было бы хорошо, если бы мы не в самый последний момент делали это. Что если бы мы искали Бога не только тогда, когда нам очень трудно, но и искали с Ним добрых отношений, чтобы мы узнали Его, чтобы мы узнали, насколько сильно Он любит нас, чтобы мы знали, что Он нас так сильно любит, что Он принес Своего Сына в жертву за нас. И благодаря этой жертве мы знаем, что мы спасены, чтобы мы узнали Бога Настолько хорошо, чтобы в трудные времена не кричать Ему о своих проблемах. В этом ничего плохого нет. Вы можете и покричать, если имеете в этом необходимость. Но чтобы вы знали, что в той ситуации Бог с вами, рядом, мы не должны бояться, что Он оставит нас. Он не бросит нас, ведь Он принес Себя в жертву ради нас. Что бы ни случилось, Он всегда будет рядом с нами. Наше доверие к Богу не должно зависеть ни от каких ситуаций, в которые мы попадаем. История Иосифа продолжается. Иосиф сидит в тюрьме, с ним сидят виночерп и хлебодел, и вот они ведут сон. И не было никого, кто бы мог растолковать им их сны. В конце концов, они обратились к Иосифу. И случилось именно так, как сказал им Иосиф. Виночерпий вновь занял высокую должность в свите фараона, а хлебодела повесили. Иосиф же сказал виночерпию, «Не забудь обо мне, когда снова будешь рядом с фараоном. Расскажи ему обо мне и позаботься о том, чтобы меня выпустили из темницы». Но когда виночерпия выпустили из темницы, он сразу же позабыл об Иосифе. Он надеялся выйти из тюрьмы, но виночерпий не сдержал своего обещания. И поэтому Иосифу пришлось дольше сидеть в тюрьме. Никакой благодарности за доброе дело. До тех пор, пока фараон, спустя еще два года, не увидел странный сон о тучных и тощих коровах. Фараону захотелось узнать, что означали эти сны, но никто не мог истолковать их. И вот в тот момент виночерпий вспомнил об Иосифе и рассказал о нем фараону. И вот тогда Иосифа сразу же освободили из тюрьмы. Его побрили и подстригли, и он пришел к фараону и растолковал его сны. И он рассказал о семи урожайных годах и семи не урожайных. Иосиф не только объяснил ему значение основ. Давайте же посмотрим, что он еще сделал. И ныне, сказал он, да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и да поставит его над землею египетскую. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть из земли египетской. пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведения фараонов пищу. И пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Знаете, что здесь сделал Иосиф? Он дал фараону совет. Вот это смелый поступок, знаете ли. Он только вышел из тюрьмы и сразу же сказал такое. Другие бы сказали, Иосиф, будь скромнее, тебе уже очень повезло. Или же, Иосиф, осторожно с тем, что ты говоришь фараону. Иосиф же просто делал то, что считал нужным. Он пришел с мудростью и уважением, и это дало ему смелость давать фараону советы. То есть он не пришел с таким настроем, будто бы он лучший друг фараона. Эй, фараончик, как дела? Готов уже стать мумией? Нет, все было гораздо сложнее. Видите, если бы он так сделал, то, думаю, его мгновенно вернули бы в тюрьму. Иосиф же знал, что ему нужно делать, и он пришел с уважением и мудростью к фараону. Давайте же посмотрим, как фараон отреагировал на это. Прочитаем из бытия. И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот, я поставляю тебя над всею землею египетскую. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним «преклоняйтесь» и поставил его над всею землею египетская. В этом есть Иосиф. У него то было все, то сразу ничего. У него то была хорошая жизнь, то тюрьма. Как мы уже с вами говорили, у него были все причины на то, чтобы сдаться, но он этого не сделал, потому что он знал, на кого ему нужно надеяться и кому нужно доверять, кого просить о помощи, с кем ему нужно было говорить, а с кем не стоило. Он знал, в кого верить и кому доверять. Что же случилось? Бог верен. Иосифа выбрали главным помощником фараона. Иосиф из тюрьмы стал его правой рукой. В результате все ближайшие страны стали уважать Египет. Все пришли к ним за едой. И также и братья Иосифа. А вы бы могли представить, что у Иосифа мог бы родиться план отомстить братьям, и что он хотел бы отплатить своим братьям той же монетой. У него была в руках власть и все возможности для этого. Но он не сделал этого. Может быть, лишь слегка. Он взял их в плен, так сказать, захотел, чтобы они пришли к нему. Он посадил их в темницу, будто бы они что-то украли у него. Но в конце концов Иосиф сказал следующее своим братьям. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Вы даже и представить не могли себе этой развязки. Иосиф прощает своих братьев. отношения между ними снова восстановились. Чему же мы можем научиться у Иосифа? Иосиф выбрался из ямы. Иосиф терпел. Он не желал мести. Он прощал. Иосиф знал, что он не был одинок. Он уповал на Бога снова и снова, чтобы ему не приходилось переживать. Иосиф прогнали, предали, продали в рабство, чуть не убили. Его пытались сбить с пути истинного, почти изнасиловали. Его посадили в тюрьму. И несмотря на все это, он каждый раз уповал лишь на Бога. Я же верю, что мы можем многому научиться у Иосифа, доверять Богу. Этому и нам нужно еще поучиться. И так же, как Иосиф говорит с Богом молиться и читать Библию, и каждый раз говорит себе, что Бог вместе с нами, что мы не одни. Я думаю, что это невероятно трудно в наше время, время социальных сетей, когда вокруг нас звучит столько голосов, которые хотят донести до нас свои идеи, и уверяют нас, что лишь за ними правда. К счастью, мы все еще сами можем делать выбор, во что нам верить. Я недавно читал великолепный пост в интернете. Одна женщина написала следующее. Я сейчас найду ее слова. она говорила, иногда я хочу, чтобы это закончилось, разговоры о войне, о насилии, о голоде, коронавирусе. Я сбилась с пути, я все более убеждаюсь, что моя жизнь с этого момента вот так и будет выглядеть, что я день за днем так и буду слышать это. И вот я встретила 87-летнего мужчину. Он говорил о жизни с полиамилитом и дифтерией, о войне во Вьетнаме и связанными с ней протестами. Но он выглядел молодым душой и радовался своей жизни. Он очень удивился, когда я ему сказал им, что 2020 год для него должно быть был очень трудным. Он спокойно, глядя мне в глаза, сказал «Нет, я уже давным-давно научился не смотреть на жизнь сквозь заголовки газет и тому, что говорят в новостях. Но смотреть на жизнь и видеть тех людей, которые находятся рядом со мною, когда я смотрю на мир, я вижу, что в нас есть еще очень много любви, которой мы можем поделиться. Поэтому я выбираю жизнь, в которой я сам буду писать свои заголовки. Я он сказал «Я написал свой заголовок для газеты. Муж любит свою жену. Семья бросает все свои дела, только чтобы прийти к смертному одру бабушки». Тот мужчина взял ее за руку и сказал «Старик будет твоим новым другом». Она написала «Его мир столкнулся с моими тревогами, но у меня было чувство, что та цепь, которую я сама на себя набросила, сломалась, все мои заботы растворились, я приобрела новый взгляд на мир, я выбрала для себя, что сама буду писать заголовки своей жизни. Меня так тронул этот пост, и вот сейчас вновь я очень тронут. Хочу вас спросить, как вы озаглавите свою жизнь сегодня? Возможно, вы себе еще не представляете ваш заголовок. Я думал и пришел к выводу, что это должны быть прекрасные заголовки. Муж с женой мирно разговаривают, отец играет с ребенком в песочнице. Сосед воспрял духом после доверительного разговора. Соседка помогает соседям, приготовив для них ужин. Коллега помогает другому коллеге в трудной ситуации. Жена прощает мужа. Брак спасен. Сегодня утром я нашел в себе силы встать. Человек выбирает Иисуса и больше не будет никогда одиноким. Житель Нидерландов выбирает больше не руководствоваться эмоциями и не тревожится. А знаете, в притчах сказано, тоска на сердце человека подавляет его, а доброе сердце развеселяет его. И может быть, вы уже многие годы находитесь в ситуации, что так тревожит вас. По вашим ощущениям, вы уже долгие годы в тюрьме. Мы видели, что Иосиф сидел в яме, что он долгие годы сидел в тюрьме. Но, несмотря на это, он не был одинок, с ним был Бог. Мне еще вспомнилась история. Кто-то писал, «Я видел, как по пляжу, усыпанному морскими звездами, шла девочка, она брала морские звезды и бросала обратно море». Прохожий окликнул ее, «Девочка, что ты делаешь?» А она ответила, «Я спасаю морских звезд». «Но их же так много, это не имеет смысла», ответил ей прохожий. «Девочка продолжала дальше бросать морские звезды в море». Она взяла очередную морскую звезду и, бросив ее в воду, ответила, «Для этой звездочки это имеет смысл. Мы для Бога, как те морские звезды на пляже. Он хочет нас спасти. Он любит нас. Может быть, вы себя чувствуете песчинкой в море. Все равно доверяйте ему». В послании к Коринфянам сказано, «Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Может быть, вы не знаете этого Богом, или же вы потеряли доверие и веру, но я вам сегодня хочу сказать, что вы не одни. Бог любит вас. Бог вас не забыл. Он вас не оставит. Он вам скажет, «Приди ко мне, мой любимый ребенок. Приди ко мне, мой любимый ребенок. Я здесь, жду тебя с распростертыми объятиями». Тюрьма Иосифа стала для него оплотом его доверия. Я молюсь, чтобы и ваша тюрьма превратилась для вас в островок доверия к Богу. Ваши оковы уже сняты, и вы свободны. Если вы придете к нему, примите его в свою жизнь, и тогда вы будете свободны навсегда. Так что можете прославить его. Аминь и аминь. трибjak. Исна. Аминь.